все это не могу говорить доброе утро добрый день и володя добрый вечер владимир инкелевич несмотря на свою подозрительную фамилию совершенно не белорус и даже не серб этот просто для того чтобы как-то определиться самого начала он когда-то меня очень сильно разочаровал когда признался что он капитан первого ранка подводник но не не на атомной подводной лодке он сразу упал в моих глазах потому что ну в общем то я ожидал что это такое что-то на три километра длиной там посреди стоит инкелевич это оказалось просто атомная это сказалось просто подводная лодка но я не думаю что в советском флоте даже на простых подводных лодках было много инкелевичей впрочем я и тут могу ошибаться у меня статистики никакой нет блистательно отслужив на подводной лодке его перебросили на более важные участки и назначили директором завода сильно военного данные засекречены до сих пор правда волос до сих пор до сих пор вот откуда он за хорошую бутылку коньяка все расскажу откуда он перебрался на еще более теплое место заметьте такая карьера с опасных мест на все более такие спокойные он прибрался на очень теплое место командующего еврейской общины и дальнего востока и по моему даже все и сибири в этой организации у меня входило 7 городов вот значит он очень много сделал в эти 90 страшные годы для спасения буквально евреев на дальнем востоке но оттуда он прибрался вы будете смеяться но он перебрался в самое спокойное место на земле сегодня в израиль вот и там он живет в городе нетанье постоянно комментирует военную ситуацию вокруг израиля на русских каналах телевидения называется у них очень громко военный корреспондент вот хотя на войне как я понимаю по возрасту ты ни разу не был вот и чего-то не хочется вот ну вот собственно говоря остальное он расскажет сам если захочет но сегодня у нас как я понимаю тема совсем не о юнкеревича о том что он думает по поводу сегодняшней войны и тут мне сразу же вспомнилась русская пословица о подводных лодках степях украины вот как морской офицер будет комментировать сухопутную операцию вот это я с интересом послушаю володя тебе слово наверное во первых я среди вот лиц которые я вижу вижу одного знакомого это габи якобс габи шалом я сторонник очень хорошо мы с гави знакомы до предсказать к лимонсо говорю что предсказывает нужно только то что уже произошло поэтому если ты говоришь о том что еще не произошло то ты немножечко нарушаешь классику жанра понимаешь говорить надо то что уже был ну тем не менее есть еще одна цитата козьма просто говорю смотри в корень вот для того чтобы нам понять где мы и что происходит надо начать с корня откуда все это началось а началась она вот откуда при еще при ельцине девяносто четвертом году на россия напала на чечню началась первая чеченская война девяносто девятом вторая чеченская война который продолжил путин шай европа спокойно наблюдали в 2007 году пути открыто объявила свое намерение изменить границы европы по своему усмотрению я тысячи восьмом напал на грузию от торгов от нее южная сеть и абхазию запад вялось реагировали на этот его шаг 10-14 напал на украину от хотят не крылья восточной области обама и либеральные коллеги европы гали ограничились символическим процессом путин сделал вывод он научил урок какой вы главный вывод запад слаб и нерешителен его можно и гонорировать поэтому надо готовить свое население более крупной захватнической войне это итог вот этой вот последовательной цепочки аналогический приводит именно вот к этой ситуации в которой мы сейчас находимся но конечно путин это авторитарный правитель правитель таска но ему все равно нужна поддержка населения собственно желательно хорошо оболваненного методом оболвания населения он владеет машина его хорошо справляется хорошо подмазан справлять задачи я вкратце несколько моментов оболванивания которые вы сразу узнаете потому что вы наблюдали на экранах первое это отвлечение внимания нужно отвлечь внимание от важных проблем заполнить информационные процессы новостями спорта шоу-бизнеса мистики на всяких реликтовых инстинктах от эротики до жесткой порнографии и мыльных сюжетов до сомнительных способов жесткой быстрой нажима это отвлечение внимания работает в россии очень хорошо называется зомбоящим второе есть такая связь проблема реакция решения значит нужно создать проблему чтобы реакция населения вызвала потребность вот принять решение которое ему нужно частности вы помните это создали историю про распятых мальчиков на украине и помните про взрывы домов которые якобы взрывали чеченцы якобы и тогда население начинает от него требует ну хорошо раз вы требуете я так часто все это сделано дальше инфантилизация народа большинстве пропагандистских выступлений используются доводы персонажей интонации как будто речь идет о детишкольного возраста ну например интересный трогательный рассказ как киев создал ленин что придумал ленин и все такое ну дальше основной упор который он делает это упор на эмоции значит способен нужно отключиться от критического смышления осмысления происходящего хорошо для этого идут истории про бандеровцев эмоции то враг логики дебилизация населения достаточно хорошо происходит и продвижение моды на посредствах вот это краткая выборка на легко узнаваемое произведение на россии это сработало у меня есть достаточно много знакомых которые благодарят путина за вставание с колен готовы дать любую присягу своему и президенту потому что не хотят трудный час отворачиваться не говоря уже страданиях своей многострадальной родины вот эти люди готовы нырнуть в родную плавку со словами хоть я не добряю путина я не могу выступить против него знаешь он людоед но это наш людоед и так далее показательно была такая история в израиле которая произошла два дня назад мои друзья должны были отправиться туристический тур не меньше специально для пенсионеров средний возраст был 75 лет среднего выше были чуть-чуть ниже но в основном так сказать позвонили искали вы знаете вот ваш тур отменен потому что в прошлый точно такой же вчера вот эти половины из этих стариков были за путина половина были за украину возникла такая мощная драка мы горит их не смогли растащить и поэтому говорит сегодня ваши поиска отменяем ну вот вот это такое мощное силовое поле глупости понимаете хорошо это только это но путин такое впечатление что сам поверил собственной пропаганде его мозги промыты также как у большинства его субъектов он недооценил два фактора ментальность украинского народа и режиме реакции всего мира вот ну что мы наблюдаем в этой войне здесь достаточно сложно мне сказать поэтому я хочу сразу предупредить рассказывать детям какие как идут бои за этот город или за этот город на это например на это например это не имеет смысла почему потому что вот пока я говорю все меняется вот захватили суммы через пять минут там сумма поднимают украинский флаг какая-то страшная колонна двигается туда сейчас завтра киева уже не будет утром мэр говорит что все ночь прошла спокойно и так далее вот ну поэтому собственно говоря рассказывать это я наверно не буду потому что в любой момент онлайн все это есть важно понять что за войну увидеть это война абсолютно прошлого века примерно так 50-го года прошлого то есть она не продвинулась вперед от этого не на лишь а значит такое ощущение что вот это прошел прошедшие годы ничему не научили российская военная машина буксует несмотря на подавляющее производство живой селитель вот но компания для путина имеет еще один побочный эффект она продемонстрировала всем главное китаю невысокую эффективность российской армии уязвимость его вооружения против современной западной техники главное неумелость его командного состава вы помните когда была война с чечнёй там был такой паша мерседес который говорит два полка два дня и мы грозный возьмем да ну прошло время но это примерно то же мышление осталось война с украиной это самоубийство россии поэтому весьма скоро она может стать легкой добычей для китая который весь дальний восток до сегодня считая своими северными территориями но все-таки чего же хочет путин от украины он объявил что украины украинцы и русские это один народ я друг от один народ на украине взял и прогнал юнукович например за родителем вдруг этот один народ который на территории россии может стать и тоже прогнать его это не годится вот но было время когда он начал концентрировать войска на границе вокруг украины байден говорил что вот вот завтра война я не верил я не верил этому абсолютно потому что он сконцентрировал на границах украины примерно 120 140 тысяч человек при 250 тысяч на армии украины это абсолютно непригодная цифра для войны с украиной ни в какие ворота не лезет ну и когда путин вел войска в лугандонию признав их я подумал что он нашел идеальный выход для него из ситуации он угрожал большой войной но никто особо не испугался что делать уйти это потеря лица он захватил вот эту лугандонию который де-факто и так не в руки то что-то вроде захватил но ничего в целом не захватил можно провести пирог сказать пас вроде этих лугандонцев не то есть добиться своей цели с минскими соглашениями 5 для него тупик заставить соблюдать минские соглашения не удается а этим самым он полностью уничтожил минские соглашения то есть вроде бы как бы очень удобно что вот не соблюдают но это уже не актуально опять вроде бы не облажался думаю все молодец сейчас на этом все закончится в этот момент мне позвонил сын из лондона он должен был возвращаться в израиль но предварительно заехать киев по работе но честно говоря потом я публично принес извинения на сайте 9 канал и так далее перед всеми но обманулся я в хорошей компании вместе со мной обманулись столько экспертов ну например табах например салонин например бывший советник президента россии и так далее все говорили одно и то же ни одного кроме то говорю о том чтобы будет война только байт но что такое информация что идет война что будет война это конец кредитному рейтингу украины перестает летать самолет убегают инвесторы бизнес любит тишину это то что нужно чтобы угробить самую российскую экономику путин должен был за это его байдан поблагодарить но вот все ошиблись но пути решил все иначе иначе ставить спецоперацию несколько слов о том что такое спецоперация спецоперация появилась в японских концлагерях это выражение там были обычные операции хирургические а были спецоперации когда не брали живых людей что так у них отрезали смотрели что как они там орут чтобы не как они отмирают умирают сколько выдерживают и так далее эта операция называлась спецоперации ну вот оттуда и заимствовано мы видим на такой же подход в итоге путин совершил пять основных стратегических ошибок их 5 но главное конечно ошибка это не стратегическая состоит в том что он действительно собирался провести спецоперации обляпался по наставе в настоящую войну вот это произошло из-за того что он ошибся по включим параметрам первая ошибка это неверная оценка военно-политической ситуации на украине расчет был на то что с началом этой операции политический режим киеве рук не как карточный домик полностью но этот это надежда провалилась режим наоборот укрепился оппозиция полностью дискредитированы раздавлены морально теперь его приходится попытаться теперь приходится попытаться добить его штыками этот режим киевский на глазах мирового сообщества вторая ошибка стратегическая неверная оценка военного потенциала украинской армии тут надо сказать что прокололись многие украинская армия она показала свою несостоятельность во времена захвата крыма во времена захвата крыма и не очень себя проявила во времена захвата лугандонии и считалось что ну что-то армия как два-четыре дня и все им конец вот бескровно не вся кирима беспомощность там бассе сыграли дурную шутку конечно украинская армия это не армия 21 века но она чрезвычайно высоко мотивирована есть военный теоретик генерал местных полковник местных полковник место он говорил что главная составляющая это идеологическая подготовка армия и у него даже были специальные подразделения по работе вот идеологии идеологического но в российской армии этого нет там идеология определяется бойцами под названием замполиты я очень хорошо помню до сих пор помню как на каком-то поле занятий офицером уже про личных рангах рассказывать у американцев военный бюджет если 30 миллиард долларов на тот момент потому они за войну они агрессоры а у нас военный бюджет 23 миллиарда потому что мы за ним но на каждый их трайдинг мы ответим своим своей акулы и и как всегда идиотский вопрос янки левича расширить узнать как можно на каждый трайдинг ответить свои акулы имеют 10 раз меньше бюджет это бедного преподавателя чуть инфаркт не хватило надо за такого вопроса ну со мной в общем махнул меня рукой вот следующий просчет на нее на оценках боеспособности армии россии путин показал боеспособность армии россии на мультиках показал любовь к анимации ему стало казаться что те экспериментальные проекты это и есть в общем-то реальная боеспособность реальная армия вот вы помните знаменитый танк армата который выехал из-за год но это было давно но сегодня он должен быть доведен где эти танки армата кто их видит вот короче говоря вывод один что российская армия осталась армии второй мировой войны выезжающий на танках и пушечном мясе высокоточного оружия либо мало либо она не настолько точно как допадут генерала успех достигается только численностью ибо и ценой большого числа жизни на сегодня примерно называют 9 с половиной тысяч убитых вот на это недооценка следующая просчет это было недооценка силы к солидированности международной реакции он вот пота просчитал что как они реагировали на грузию на крыль на тонус это ничего не будет но такой уровень санкций который должен не мог представить себя в страшном сне и в этот момент как раз интересно когда же и станции япония вспомнила про курилы а вот курилы дескать надо бы и так далее он рассчитывает на то что случае при трудности ему помогут китайцы но когда россия находится в отбросом в таком состоянии китайцы могут вспомнить что все что находится дальний восток в китае называется китайской северной территории ну и он переоценил эффективность ядерного шантажа он говорит пока у него есть ядерный щит который чтобы уничтожить планету может все на акции устрашения показалось что это не пройдет американцы очень тщательно наблюдают за активностью шаг за всем остальными я думаю что сказано было что ему не дадут но вопрос еще вот в чем заключается ядерные ракеты они содержат вот боевое вот вещество это плутон вот они туда загружается высокой частоты 99 я не ошибаюсь процент но когда эта ракета стоит там идет химии свой процесс то есть через десять лет там уже не 99 а 85 потом опять не 80 73 то есть вот это падает то что там идет вот живет а как вообще она взрывается вокруг вот это плутония находится оболочка из 3 3 является взрывателем он взрывается сжимает вот так плутоний и в этот момент он как раз превращается в критическую массу происходит взрыв но третий имеет период полу распада 10 лет 10 лет то есть через пять лет там уже половина от этого тридцать грубо говоря или четверть три четверть что надо было делать надо было по мере как выходит срок вот этих ракет а то снимать их боеголовки отправлять их на завод где должны были заменить плутонию начинку должны были заменить третье туда и опять вернуть назад почти все заводы практически все заводы находились на территории украины где-то делать ну собственно говоря отправить туда нельзя что дальше все происходит по советской методе проезжать комиссия которая должна решать начать делать срок повышен они комиссионно тыкают пальцем в этот корпус и когда на вид она очень хорошая давайте мы ее на 10 лет продлим срок и составляют а где срок это ракеты продлевается на 10 лет это норма жизни так сказать советской администрации тем более что они все уверены что их применять все равно не придется вот правда это немножко давний пример но когда путин пришел к власти первое что сделал он вышел море на подводной лодке на кольского полуострова недалеко от мурманск и с подводной лодки должны были выставить три баллистические ракеты на полигон в районе мысль на дальний восток готовились потому что придет сам президент ни одна ракета не вышла ни одна ракета не вышла ну в общем то рассчитывать на это конечно не стоит но ситуация вот как вот она выглядит то что я то что я наблюдаю это то что наблюдал я как все таки что же двигало путина вот в это в этот бой дело в том что абсолютно никаких предпосылок и поводов для войны с украиной у путина нет вообще нет сказка про то что приблигается на то это сказка потому что прибалты члены нато филляндии сейчас запросилась в нато польши это на то то что она будет на 10 километров ближе 50 километров дальше это не имеет ни малейшего значения все сказка путин ненавидит украинцев так как гитлер ненавидил евреев ненависть это иррационально безумно и невозможно объяснить невозможно оправдать никакими доводами разными мне часто спрашивают почему россия вывезли украину есть какое-то разумное объяснение мой ответ ответ объясняет такой потому же почему гитлер воевал с евреями если бы гитлер не воевал с евреями заботятся они то атомная бомба была бы создана в германии хорошо что не было но тем не менее выгнанные из германии евреи создали манхэттенский проект и получили ядерную бомбу то вот если там разумное объяснить всему этого нет но вот то же самое путина только у путина вместо евреев как у гитлера у него украинцы путин большой сказочник он выдумывает врагов изобретает историю ему книжки писать может литературную премию получил его идея нападения на украину было неоригинально еще стали в своем заднем дворе подготовил правительство финляндии во главе с от так усилин нужно было захватить плацдар привезти туда это правительство немедленно признать его заключить с ним все желаемые договора помешал маннергеем упёртый маршал украинский сценарий был точно таким же янукович всегда готов а зеленский да кто такой зеленский подумаешь комик какой то мы ему автомат покажем он приползет на коленях и будет умолять о пощаде а что такое за украинская кто ее видел мы его за счетом но реальность оказалась совершенно иной с точностью да наоборот украинцев хватит действовать без маннергеема но блицкрик не получился и война только усиливается зеленский надо сказать удивил всех проявив лидерские качества и украинцев встречать российские войска как пациент мой сын был в киеве на работе в израиле возвращался через зубов он своими глазами видел как на польском переходе стать толпу украинцев из-за границы которые возвращаются за рубежа чтобы воевать и еще одна такая маленькая деталь каждый погибший украинец герой а каждый погибший россиянин 0 от меня не остается ничего не трупа не могилы не извещение ничего все запрещено это секретно ли все такое украинцы воюют за свою страну за свои семьи российские солдаты не обученные мальчишки которых отпирали воевать на чужой земле такой постановки шансов у них нет оккупанты рвутся киеву но зачем вообще нужно захватывать киев вообще зачем лавра наполеона привлекает тот москву взял и только казаться плачей это для путина пример вот теоретически он мог поставить на своем марио ленточном правительстве объявить что война цификация окончена это также как сталинский план по финляндии но то но все это провалилось в финляндии провалиться здесь история такая штука который кому ничего не учат крайне самый главный ресурс люди люди это принимать никогда не будут вот реально сначала боевых действий шла конвенционная война конвенционная война что такое конвенционная война надеюсь узнаете конвенционная война это вооруженный конфликт ведущийся в соответствии с нормами международного права без применения оружием массового поражения при которым противника придерживается правил ведения войны и отказывается от запрещенных мер правила конвенционной войны описывается в гадских конвенциях женевских дополнительных протоколах резолюции генерал-самбеля и так далее вот война и началась как конвенционная эту войну россия проигрывала безнадежно вот это пушечное мясо что привела россия косили убивали толпами россия вела в бой практически все все свои резервы я с удивлением обнаружил информацию что путин направил в украину подразделение собра и омона что такое собра и омон это действительно люди в форме вроде называется бойцами да но с оружием но это не солдат это люди предназначены разгонять мирные митинги в городах вот содействовать милиции когда нужно решить там будут какой-то внутри городской но не более того это не их для боев никто не себя не предназначал и не готовит не готовит и если уже бросили их туда значит больше нет и только очевидно 25 февраля коммуны колонны сводного отряда собра и омона из кемеровской области выдвинувшиеся с беларуси для штурма киева были уничтожены украинской войны это значит что подготовлены резервы у путина нет была информация что должны быть брошены в бой курсанты военных училищ но я это перепроверить не смог появились статьи экзотические бурятские воинской части украинские силы получают международную поддержку разным оружием и деньгами численность вооруженных сил украины растет с каждым днем вот они приняли в народную милицию а там подготовленные бойцы это не просто около 100 тысяч человек а 250 тысяч до этого армия было еще 100 тысяч принято боевые возможности украинской армии растут а российская падает правда тут есть проблемы подавайте немножко проблем поговорим евросоюз в чем проблема путин начал переходить на сирийский вариант боевых действий как выглядел сирийский вариант боевых действий летит самолет в отсутствие противовоздушной обороны кидают бомбу на кого бомба попала тот и террорист на госпиталь попал дальше госпиталь террорист не важно на кого и вот он начал собственно говоря вот такие бомбардировки по жилым кварталам в это время ее с объявила поставки 70 истребителей для ввс украины болгария до 16 истребителей миг-29 14 штурмовых лсу-25 польша 28 самолетов миг-29 словакия 12 миг-29 летчики прибыли в польшу а там им говорят а мы пока передумали оккупанты бомбят жилые районы а летчики сидят а истребители вот мы пока передумали есть единственный человек говорят вот вроде на то против а если действий на человек чье слово может быть против это байден это байден и до сих пор ни один самолет не выше то есть прикрыть украинское небо ну можно сказать мы с украины мы все украинцы сегодня мы с тобой украина туда со всем самолетом остались на месте нужно было остановить это уничтожение украинских городов зелинский обратился за объявлением за объявлением над украиной бесполетной зоны запад и за поддержание бесполетной зоны украины чревато риска войны с россией министр обороны чревато а он думает что сейчас это все не идет вот так война с россией он думает что это все пока игра в песочнице вопрос о перспективах российская украинского не можно было считать очень простым если бы не приходилось учитывать неадекватность путина пути не имеет возможности проиграть помните это акела промахнулся вот это телом не может промахнуться иначе его порошок раз боевой возможности российской украинской армии растут российской падает именно поэтому россия выпустила 113 ракеты скандер и калибр по городам и салон украины попугать на руку этой но это есть именно неконвенционное преступление прямой путь да это это уголовное преступление но и путина это не волнует он будет повышать ставки идти на пролом странице починить как можно больше вреда но он не может причинить вреда вот это украинская понимаете так вот почему не может то есть если бы украинская армия была сосредоточа в какой-то точке какой-то крепости вот можно сбросить бомбу уничтожить и так далее с украинской армии можно справиться только пешком надо идти пешком и захватывать территорию за территорию производить зачистку по-английски работал за грамм да как вот так да и поэтому что он делает он ведет вот такие вот обстрелы по жилым домам и плевать ему на то что это прямая прямой дорогу в тюрьму он выше всего этого его тюрьму никто не привели на сегодняшний день генеральный штаб украины сообщает о потерях оккупантов я допускаю что может быть цифра завышена допускаю что в тумане войны может быть все эти ошибки но порядок говорит о много по состоянии на 3 марта потери россии выросли до 9000 в личном составе 217 танков 900 бмп 90 артиллерийских систем 42 системы ракетные системы залпового огня 11 систем пво 30 самолета 31 вертолет 374 автомобильной техники два скоростных катера цистерна с горючим 60 и бпл оперативно-тактического уровня 3 кстати я хотел заметить что турция тоже она дала свой бпл для украины обещала 300 поставила 100 и в этот момент последовал окрик якобы нато но крик мог быть только из одного адреса но я думаю благодарны догадаетесь это ну вот для того чтобы понять как все это происходит я взял одну вот выдержку вчера под бучей город бучей небольшие группы полка азов территориальной обороны и 80 бригады встретились наступление наступающей батальонно-тактической группой русских силы которые превосходили их в численности примерно в 10 раз то есть соотношение украинцев русских русских 10 раз больше украинские военные в бучу их не пустили сражались несколько часов в результате то есть десятикратное преимущество численности ничего русского не дало ну вот собственно говоря у путина остался осталось да еще надо отметить что вот эта техника которая у путина идет она вся низкопрофильная она хорошо пойдет по асфальту по плотному но украинской сегодняшней грязи она садится на брюк кстати сын вот там пленных в украине и он утверждает что российские военные оборванные голодные несчастные расстрелянные пацаны с одним разговаривал говорит стреляет со всех сторон причем некоторые издаются в плен а другие просто бросают оружие пешком ухода а украинцы знают за что вы ведь они воюют за свой дом а за что вы и труски ученикам не понятно кстати барбардировка городов государстве террорист ну путин галли не боится вот но российский войск этим не ограничивается на грани мега катастроф начали первое они захватили зона чернобыля и начали воевать там гроза разрушить саркофаг ну до того бункера где сидит путин там на урале это не долетит но польшу ленинград да и москву это все может прибалтику это все может накрыть хорошо ну вроде бы как бы прекратили на сегодняшний день они обстреливали атомную электростанцию в запорожье это самая крупная атомная электростанция в европе если произойдет чернобыльский взрыв то то чернобыль покажется мелкими брызгами потому что она намного мощнее но на территории станции произошло возгорание пожарные не могли проехать вот и так далее ну что вот это действие какие значит это переход со стороны путина от войны конвенционной войне бандитской ну вот мы говорим что вот путин дам выстрелит нажмем свою кнопку своими чемоданчики дело в том что в этом чемоданчике кнопки нет вот например как можно было выстрелить торпеды с ядерной бога лобкой на той подводной лодки для службы для этой цели два человека командиры замполит должны были одновременно ставить свой каждый свой ключ в особое устройство и каждый набрать свой курт и только после этого появляются возможность получить используют управление торпеды случае используя стратегические ядерные силы российской федерации все многократно сложили то есть это нет такого что он открывать чемоданчик нажал кнопку и все полетел и такого нет но я хотел обратить внимание на законодательные условия которые позволяют применение ядерных сил в россии есть законом определено когда и как можно использовать ядерные силы первым это получение достоверной информации о старте баллистических ракет атакующих россии то есть если взлетели баллистические ракеты в сторону россии можно стрелять применение против россии ядерного оружия и другого оружия массового поражения собственно говоря да дальше воздействие на объект вывод из строя которых приведет к срыву действия ядерных сил то есть управление ядерной силой и агрессия против россии применение обычного оружия когда под угрозу поставлено само существование государства вот эти четыре пункта чему я это говорю путин это все по безразличным он в принципе однозначный уголовник вместо его пожизненно в камере помочь повесить на ничего не в этом деле вот но неруберский труд документал достаточно ясно определить что преступление не оправдывается тем чтобы такой преступный приказ отвечать будут как отдавший приказ так и исполнитель и вот коллизия путин то наработано по жизни а вот окружающего офицер пока нет даже виновный в войне в украине шойгу он тоже преступник вот потому что это война грубая захватническая агрессивная да но они наработаны по жизни понимаете зачем вот зачем им выполняя вот этот приказ превращаться смертным но я думаю что есть шанс что некоторые люди могут подумать некоторые не знаю не могу утверждать какой именно шанс но есть надежда репутация россии сегодня приравнена к репутации в самых табуированных режимах вопрос заключается в чем сейчас закончилась война русские ушли назад и в этот момент что санкциями произойдет они что отменятся нет они не отменились для того чтобы они отменились требуется сложный и достаточно длительный процесс необходимо демократические выборы пару раз необходимо значит свобода слова туда-сюда и тогда начнут меняться санкции то есть это но на десять лет как минимум еще после завершения войны а санкции они убийственные потому что в россии оказывается не будет торговли не будет даже микросхем не будет ничего торговли не будет что будет происходить но вот люди которые я вам скажу что 70 процентов примерно население россии нижний слой если разделить свой на три части 80 процентов это бедные простые люди вот из них 70 процентов подвержит путин выше ставит интеллигенция она больше помалкивает но надо вот поговорить об элите в россии один-два процента населения это главные бенефициары нынешней российской системы это люди всецело приданные власти образованы все понимаешь имеющие билы на западе крупные депозиты зарубежных банков участвующих международных бизнесе чиновники высшего ранга руководители госпорпорации так называемые депутаты думы совета федерации губернаторы многозвездные генералы армии фсб гру свою свободу они продали путина в обмен получили богатый привольную жизнь они были исполнительными волей но не по идеям совершенно конкретно корыстным соображением и главные их идеи они пытаться и они пытались осуществлять через доступ к телу а что сейчас а сейчас в этой вот элитной группе верховной царит ужас и фрустрация главное слово кабинета кремля лубянки старые площади это он нас обманул всю их сладкую жизнь путин обнулил украинской войны сделали недоступными деньги виллы отдых лояльность требует невзирая на то что с участием в этой войне именно их делает военными преступниками они с путином так не договаривались кроме того перед ними за маяча призрак большого теора террора ну пределах и перспектива превращения в ядерный пиво совсем неинтересно перспектива для обладателя океанских я коллекции роллс-ройсова боржин и тогда эти люди вряд ли сохраняют лояльность путина и не что терять и они это уже терять ради чего все наши терять все нажито не по сильным трудом в придачу саму жизнь без них путин уже не великий тирана просто старый человек который прячется в бункере может там что-нибудь чемоданчики нажать на исполнит для него если бы он выиграл в войну украине за два дня запад не ввел бы сопряжительной санкции по сохранил бы лояльность и дальше мы имеем восторг элита как гитлер 39 41 году вот но путин проиграл войны он не осуществил близкрика завяз мартовской грязи и остался один он обманул клептократию больше не может быть ее лидером он опозорился перед всем миром поэтому скорее всего нам не грозит не новый сталин не иранский пути не северокорейский народной революции не будет а скорее всего будет верхушечный внутриэлитный переворот вроде снятия хрущева или гибели императора павла или странной смерти стали вот ну но важно понять то что путин войну с украины уже проиграл был такой критерий как определить вот результаты войны это выиграл когда проиграл что означает выиграл что означает проиграл это не значит флаг над рейхстаном если положение твоей страны после войны лучше чем до войны ты выиграл если положение твоей страны после войны хуже чем до войны ты проиграл поэтому путин проиграл уже на сто процентов но очень убедительно убедил весь мир своей неадекватности эти неадекватные варианты действий есть но теперь чем все это может закончиться как на это чем все это может закончиться я думаю если война будет продолжаться и дальше потом будет перемалываться 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 русские силы будет не 9000 трупов 19 вот идет разговора мобилизации в россии нач как начнут собирать из домов вот те кто поддерживает час путина и сыновей отправлять на убой в украину мигом поменяется мировоззрение в общем надо наблюдать я предполагаю что я немного разочаровалась тем что я не провел операцию анализ боевых операций на украине но это невозможно там нет такой войны как сказать здесь вот вот бой возле этого города бой возле этого города ты откатились свет снова прикатились тут причем каждый раз все меняется давайте попробую ответить на вопросы посмотрим может быть что-то интересное получится у нас есть три поднятые руки в порядке 1 поднял ростислав поэтому потом поднял игорь и потом игорь ростислав можно говорить можно задать один простой вопрос сначала потом немножко посложнее простой вопрос вы на каком флоте служили тихоокеанском а во владивостоке комсомольск на амуре но там было много вас я служил в 124 бригаде 126 бригаде в ракушке но я всегда держался подальше от атомных водок поэтому это позволяет мне большого камня до большой камень вы знаете вот я расскажу небольшой эпизод про большой камень перегружали утечка в свое время да и утечка полный вот полный масштабный взрыв а я в это время лежал на пляже на противоположной стороне не выйдет вот нет нет вот важно что ко мне подошли сказать товарищ капитан третьего ранга пожалуйста уйдите с пляжа но убрали с пляжа от третьего ранга и выше остальные хрен с ними вот это вот по поводу большого камня я всегда держался от них подальше хорошо понятно значит земляками мы были в какой-то момент я была я была его и камни на этих заводах хорошо теперь более сложный вопрос какова численность вооруженных сил украины противостоящей россии то есть общие так который сейчас противостоит какова численность вторгшегося контингента и где они сосредоточены то есть какова цель российской операции военных как вы ее видите да и какое соотношение сил смотрите дело в том что армия собственно армия украины это 250 тысяч дальше создали боевое ополчение это около 100 тысяч сейчас эта цифра все время меняется каждую минуту значит приходят люди выдают оружие формируют проводят небольшое слаживание и они занимаются сразу выступают будет сказать что они они сформированы вот здесь или вот здесь или вот здесь или идут направиться туда и туда это не так настоящее время идет защита киева с беларуси двигается на киев 2 было проход на полтаву то и на одессу направление с моря все это идет но нигде еще не никто не достиг успеха какая численность русских я не могу сказать я думаю они врут вот но началу войны было 150 тысяч но это 150 тысяч это есть так называемые кухня подвозка но и тогда вы понимаете звучали оценки о том что никакого вторжения не будет потому что нужно сосредоточить минимум полмиллиона боеспособных частей я бы сказал миллион от полмиллиона до миллиона до спасибо что поправили но совершенно явно было к началу этой операции что таких такой численности там нет да то есть как бы что по всем оценкам было что ну вот раз значительно меньше полмиллиона то соответственно ничего не произойдет вот это и я говорю окей а хорошо почему тогда оно произошло то есть там знать там полмиллиона которых нам просто не говорят или там есть какие-то другие факторы я говорил вот сейчас выступаю что путин совершил 5 ошибок 1 считал что как только он войдет туда с оружия зеленский упадет в обморок и кто он такой ну подумай школу какой-то да упадет в обморок пройдет полное отсутствие управления и армия которая в крыму ничего не смогла проголосовать будет та же самая он быстренько добежит до киева по сайт януковича и немедленно заключить с ним договор и так далее так далее вот такой замысел никто не предполагал что будет вот такая война смысле не никто а путин не предполагал что я думаю так спасибо хорошо и игорь ядович пожалуйста володя что-то не стыкуется вот немного вот посмотри 150 или 180 тысяч русских воюют против 200 тысяч украинцев на своей земле русские плохо мотивированы плохая армия машины в грязи солдаты оборванные но на сегодняшний день на девятый день войны пока что русская армия потихоньку медленно с большими потерями но выдавливает украинскую армию с украинской территории практически на всех участках и на чернигово сумском и южнее уже на самом белгородском не говоря уже о том что они соединили силы этой этих республик с теми которые шли со стороны херсона и мариуполь полностью блокаде херсон практически пал они перешли через мосты на другую сторону днепра и в общем то уже сейчас на правой бережи украины на юге запорожская газ запорожская атомная станция тоже находится как я помню на правом берегу может быть я ошибаюсь колонны эти страшные 60 километров идут как можно объяснить вот это вот медленное выдавливание украинской армии буквально на всех направлениях как можно объяснить это второй вопрос на мой взгляд полная опять-таки мы не знаем но создается ощущение что в украинской армии нет саперных войск саперных войск они не знают как надо взрывать мосты дороги я жил этих районах я ездил по этим дорогам я из гомеля в киев ездил много много раз и в общем то там не так уж много дорог между нами говорят чего-то много там много бездорожных болот низменности при припятских и все прочее припятские болота известная фраза такая дорог там но я так три знаю но может быть 5 я думаю я думаю что 60 километровая конвои можно было остановить ну работы трех саперных рот которые взрывали бы эти дороги на расстоянии там допустим 300 метров с хорошими фугасными зарядами и уничтожением двух десятков небольших мостов вот почему этого не происходит я понимаю одно то есть я понимаю почему русские давит потому что русских приоспорство воздухе вот это я понимаю абсолютно точно к сожалению у украины нет своей серьезной авиации как ты можешь объяснить то что на 9 и на 8 9 день войны это малочисленная не обученная голодная с плохой логистикой российская армия тем не менее надо отдать должное имеет сегодня тактическое преимущество конец вопросу понятно первое ты знаешь что началась вся война с того что были уничтожены пву края слабые пву края то есть кого практически не полное господство вот ты говоришь мариуполь окружу мариуполь действительно окружу но что мешает сказать мариуполь поднять там свой флаг что мешает однако не мешает она не получает суммы вот захватили а вот уже обратно отхватили понимаешь то есть вот такое вот победное шествие который я писал я я бы я его не наблюдал я его не наблюдали они идут потом откатываются потом опять идут потом опять откатываются это на самом деле это примерно вот почему не участвует саперный батальон может потому что за первое саперное подразделение это подразделение которое надо готовить который надо готовить видимо таких подготовленных поиск нет ну во вторых дали ты не знаешь что такое я я вот думаю что вот в этой войне со стороны украины не так работает генштаб как хотелось генштаб украины то есть каких-то рейдов в тыл русским как это что-то я ничего этого не вижу я вижу примитивную войну вот они идут а их долго-долго-долго-долго очень примитивно понимаешь ничего ничего не вижу вот поэтому ты задаешь вопросы да действительно там но в торги понимаешь в итоге если отбросить вот эти вот тотальные бомбардировки живых порталов я не наблюдаю вот той картины которые ты говоришь могут забросать силами как как свое время делал сорок пятом году могут вот и возможно по есть вода алл-жизера публикует ежедневно карты продвижения русских аджазера аджазера если посмотреть изо дня в день эти карты то вот площадь красного там где русские изо дня в день в общем-то немедленно увеличивается практически нигде не уменьшается это объективная реальность казалось бы что двухсоттысячная армия которая сегодня снабжена лучшим мировым оружием против атак это неправда тепловизоров лет много чего нет дали что дали понимаешь то есть не то что нужно лучше оружие нет его нету недостаточно но не в этом дело и ты прекрасно должен что такое красная территория который тебе показать джазера вот дорога и еще одна дорога между ними раз обвели вот так и зарисовали красным что значит на этой территории установлен режим определенный там есть какая-то администрация там какая-то власть там какие-то блокпосты там что что вообще там там захвачена дорога какая-то можно а что еще что делает эту территорию вот такой красной захвачен ну может быть тут ты прав я я об этом как-то даже не подумал хотя конечно администрации можно и потом привести и дело понимаешь потом привести или потом не привести важно заключая важно заключается в том что вот это закрашенный квадрат это фикция есть закрашенная красная линия дороги вот это реалии понимаешь а это фикция для того чтобы ты занял что-то вот логандоне ты должен захватить ее поставить там свои власти уставы крепить свою администрацию сделать выдал твою это да ты зарисовала красным ли синим или зеленым больше понимаешь а поэтому ты на это джазиру тоже смотри с осторожностью я буду на нее с осторожностью я на нее раньше смотрел с осторожностью мне само имя не нравится но но я оставляю на будущее вопросы артиллерия у русских хорошие бьют они издалека сильно количество градов ураганов и прочих растет гипербарических боя это самое тос тос один тос один вот это все запрещенные все это запрещенные формы оружия если применяются я знаю и везут их в страшном количестве новые и новые белгородская область забита это сверх оружие нашего поражения а вот в этот момент встает вопрос ты говорил об оружии которые дали украинской армии дали оружие защищаться от этого самолет искать вот хрен вам самолет вот смотрите на них можете погладить фюзеляже получить не получите а вот 200 беспилотников которые турция должна была вот вы их не получите вот что далее вот что реально следующее может может задавать следующий игорь вопрос спасибо ну какой-то степени уже и пол моего вопрос прозвучала и половина ответа с одной стороны на cnn на факсе где угодно с утра до вечера видна вот эта грандиозная колонна который только что сказал и я смотрю и думаю но это же идеальная цель если бы было чем ну как неподвижные абсолютно абсолютно это прекрасная и она что они же это видят знают получается нет средств нет возможности нет техники поразить эту идеальную цель пока она вот такая не рассыпалась никуда вот как вы совершенно правы вы совершенно правильно сто процентов и вот сказки про то что весь мир дал украине то что надо это сказки понимаете украинцы поэтому умываются кровью но воюют а если бы они получили то что должен был получить то что ничего не стоит дать вот стоят эти 30 самолетов 70 стоят отдайте они бы уже бомбили но вот здесь какой-то вот тоже конфьюжен какой-то очень сильный ведь с одной стороны страны нато уже много чего украине дали вот те же как они бартайры или как вот эти дроны джевелины и джевелины дали это что не участие нато в войне прямое вообще говоря я не понимаю что получается частично вот мы немного дадим извините вы не слишком длинные потому что трудно ответить для того чтобы раздолбить эту колонну который вы говорили 60 метров джевелинами ее не раздолбаешь ее надо с воздуха ну да допустим а этого нету вот понимаете дали вот это а это не дали потому что на что сейчас нужно украине им нужно закрыть небо а это не дают почему не дают кто не дают назовите героя я вас понимаю но вот что непонятно это следующее что с одной стороны украине помогают летальным оружием именно нато именно америка трамп подписал указ о джевелиных еще в восемнадцатом году и там я не знаю я не помню просто то ли тогда начали давать то ли потом это летальное оружие это уже сейчас когда война они продолжают вроде поступать или продолжали турция член нато давала свои дроны которые как я читал самое эффективное что там есть они больше всего этого бояться замечательно почему это а вот вы сейчас сказали для меня нового что турция готова дать больше не до то она гарантировала 300 что поступили в этот момент поступила команда стоп якобы от нато я как бы от нато вы хотите сказать что это бы что это именно якобы что это от байдена то так что слово байдена не звучало окей ну я понял ну так что нато какую все-таки нато позицию занимает вот такую она и будет занимать что я думаю да дело в том что напуганные ребята они говорят но мы ведь самый простой вопрос был такой первое вот нам вот что я бы ожидал ввести авианосно-ударное соединение черное море как вы чего сюда пришли домой посмотреть но чтобы они там стояли понимаете как они могли ввести авианосец черное море это невозможно это запрещено всеми комменциями ни одна страна не имеет права провести авианосец через проливы начни авианосец не не авианосец ввести достаточно ракетных крейсеров это сам эрлиберг или что-нибудь другие то да ты бы пришли сюда и потом наблюдать как будет там развиваться десант на одессу одновременно с этим одновременно с этим объявить бесполетную зону над россии над украины мы не виноваты кто летает того сбиваем ход украинцев от русских одинаково никто не летает и потом пусть воюют украинцы сами и вот в этом ситуации все пошло конечно совсем по-другому но ничего не происходит джавелин джавелин но вы представляете вы физически представляете что такое джавелин да я не очень но частичная да такая штука с плеча бабах одноразового по танку до 3 километра по моему вот а помните что когда русские войска наступали в сорок пятом году там сидели немецкие мальчишки с этими фауспатронами да но джавелин это такой же фауспатрон только на несопоставимого более высоком уровне фауспатрон и но главное что он управляемый что он видит цель потом он реально по ней попадает я так понимаю в этом его главное правильно правильно но это но грубо говоря вот пытаясь объяснить что тоже вот фауспатрон или стингер например это с плеча попальнула а эти война не выигрывается понимаете должны быть реальные серьезные вооружения конечно вот обвиняют израиль что он не дал кипад барзель железный купол но железный купол это очень серьезная техника на которой нужно достаточно долго тренироваться и готовится чтобы ей управлять значит нужно посылать ее со своими экипажами с израильскими там так далее во вторых это железный купол если по честности он не совсем израильский он еще и американский потому что он делался во многом том числе и на американские деньги можно еще последний вопрос задам такой вот у меня к вам есть один но ко мне то я то не специалист чего меня спрашивать а у меня вопросы на ум горжанин вам не родственник а этот вопрос легко даже как говорится нет до фамилии мы с ним были очень дружеских отношениях да так вот значит вопрос такой вот эти все вот то что сейчас есть вот например ни разу ни одной передачи я не видел как таковую украинскую армию что вот ее часть вот ну не видел тут каналы показывают с утра до вечера чего-то в украине а вот чтобы было интервью например с какой-то частью что вот мы стоим вот батареи знаете картинки времен там второй мировой войны вот наши пушки вот там укрепление вот не было я не понимаю то ли я проглядел то ли ее она какая-то мифическая где-то скрыта непонятно вот вот представьте ситуацию что все эти чертовы машины дойдут это колонна дойдет там окружит киев тем более днепр они уже пересекли будет ли происходить вот такое выдавливание и киев конце концов будет сдан и это будет абсолютно затяжной вот совершенно грандиозный затяжной конфликт на десятки лет как в сирии вы такое допускаете или нет допускаю допускаю но только вот я хочу сказать как вы представили себе вот батарея артиллерийская стоит вы должны понять при неприкрытом небе это мишень которая будет уничтожена прямо сразу да поэтому это невозможно где силы в чем они заключают какими пятнышками не расположены что их нигде вот не видно по вашим и собственным словам где украинские силы они воюют на перекрывают киев севера они воюют на полтавском направлении отбили отбили эту линию они воюют в районе суммы они воюют в районе одессы есть укрепленные позиции какие что можно было сказать вот нет 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 они мобильные они двигаются туда сюда да 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 я хочу сейчас вклиниться может быть последний раз на пару минут не надо последний раз значит так я немножко служил так сказать в по 125 комплекс него все практически кстати это было на украине под ждановым все практически батарея все все части по его дивизионного вспомнил все почти все прошли через аравию через египет через войну 67 и 73 годов с огромными потерями в каждом красном уголке каждого дивизиона был стенд наши офицеры солдаты которые погибли значит защищая аравийское небо у нас из в нашем дивизионе четыре батареи две батареи было погибли полностью значит половина дивизиона погибла в аравии там подполковник два майора и так далее значит как нам рассказывали уже после всего этого люди которые там служили вот командиром нашего дивизиона был подполковник набок такой он выжил в египте он говорил он нормативом на когда система пво стреляет своими двумя когда расчет стреляет своими двумя ракетами 40 минут по нормативу на то чтобы передислоцироваться установить установку в новом месте там ее отгоризонтировать привести подключить к электричеству 5 10 и приготовиться к следующему выстрелу 40 минут на это дается по нормативам советской армии вот он говорит если бы мы это не делали за 20 минут вместо 40 то сейчас мне с никому было бы вообще с вами разговаривать те которые это делали за 30 минут все были уничтожены те которые успевали сделать то же самое за 20 оставались же вот примерно как я понимаю как я разговаривал с людьми примерно то же самое происходит сегодня на украине при полной беззащитности с воздуха при прекрасной разведки с воздуха я думаю каждый второй самолет это самолет разведчик который крутится российский любая артиллерийская часть так скажем любая подготовленная позиция для какого-то там залпа она делает этот зал и немедленно сворачивается убегает как можно быстрее как можно дальше потому что при полном превосходстве в воздухе она будет уничтожена в течение нескольких минут вот так я понимаю сегодняшнюю ситуацию на украине и это самое тяжелое что только может быть для украинской армии вот я хотел просто это сказать и вы согласны с этим в основном согласен но я хотел бы сказать больше вообще все происходящее вообще все происходящее это функция одного человека это один единственный человек я это хочу и вот это все крутится кроме него это никому не надо всем это приносит я имею ввиду русским в том числе тем это приносит невероятные проблемы невероятные неудобства и так далее тогда огромное количество огромное количество всевозможных призыв упаковать его ближайшую камеру вот хотелось бы мне спросить игорь ты считаешь это в принципе невозможно в россии один человек всего один человек не более того я думаю что сегодня во первых никто не знает во вторых в этом был к бункере на алтая говорят что он чуть ли там не 90 чем-то метров глубиной он защищен от всего он защищен в том числе отец которые могли бы его удушить шарфиком или ударить табакеркой он даже боится своего министра обороны и начальника генштаба садят их на расстоянии в 30 метров на совещании потому что они в принципе могут дали 10 10 10 метров но но вот это вот то что находится на губе 90 метров всегда может быть там остаться на вечном ну и вот и вот я думаю что вот это вот многолетняя афганистан который вот так вот тянется тянется да так далее который в принципе описаны вполне возможен вот на украине он скорее всего может прекратиться именно тем что товарищи упакует может положено ему клетку и причем упакует сами сами вот эти вот его или так можно мне да да он позавчера полтора часа разговаривал с макроном по своей инициативе его цели не только не уменьшились но увеличить он не прекратит войну до того как украина полностью капитулирует подписка капитуляцию издастся и он хочет всю украину сразу нисколько его цели не сдвинулись к миру так как вы говорите что украина выиграла как и как этот выигрыш может быть реализовывать было вчера 9 тысяч убитых и раненых у русских наверное сегодня 10 тысяч и каждый раз появляется новое пушечное мясо ему совершенно все равно сколько человек убитых и на мир он совершенно не готов идти как вы думаете эта война может кончиться дело в общем что уже сегодня уже сегодня вы знаете что идут переговоры между украиной россии они договорились только о гуманитарном коридоре договорились то понятно но есть требования которые выставляют россии и вот россия от встречи до встречи снижает свои требования понимаете уже так опубликовано я не присутствует на встречу вот так опубликовано и причем например частности они говорили о том один а пола деноцификации украины все эти вопросы снимаются сейчас в основном главный глобальный вопрос который россия ставит отказ от вступления в нато и так далее так что-то вроде этого я не доверяю публикации но примерно смысл о том что снижение уровня требования по украине по-прежнему они хотят признание аннексии крыма и этих двух республик но предположим признают и что но не признание означает что русские должны эвакуировать и крым и донецкие республики ну по первоначально требования украинцев был полный вывод русских войск со всех территорий включая крым и донецкие республики я не знаю могут ли могут ли быть снижены требования украинской стороны можно дать время на то чтобы не трогать крым пусть через какое-то время вернуться к этому вопрос это не в этом проблема но вот посмотрите что происходит я читаю как огромная колонна движется на сторону киева туда-сюда и вот сейчас вот тут утром я открываю помните говорит кровопролитие ждали он чижика съел вот утром крючка киева час она на киева брушится на следующее утро открываешь опять ничего не произошло понимаете вот по большому счету вот таких вот подвигов нету ну какие-то дороги они захватывают какой-то вот эти красные квадраты о которых говорил игорь это 90 процентов липа понимаете чем закончится война мы мы с выступаем вроде как бы вроде ванги или там кого-то таком таком же плане почему потом вот потому что потому что мы можем сказать завтра проснемся и оказывается что уже не путин у руля а мишустин вот и мишустин говорит отозвать всех это вот путин вот негодяй может быть почему нет может быть это например например неважно но мы же не знаем ничего мы завтра вот проснемся увидим какие-то чудеса но если это будет продолжаться будут перемалывать перемалывать могут в конце концов они трупами завалить украину могут могут один человек один абсолютно все это дело все это 10 человек но я вам хочу сказать что мне позвонил племянник из россии рассказала то что все это безобразие придумали американцы и вот они во всем виноваты это одна сторона а здесь вот есть знакомые муж жена из владивостока они подрались между собой потому что жена за украина муж за россию а потом пришел сын и читать отцу морду не набил что происходит но реальная ситуация такая проявление нацизма это то что скольников заставляет читать руслан и мир на украинском языке они на русском это одно из вы знаете вот если в англии никому в голову не придет требуется там читали на русском в англии читать на английском в израиле на иврите в общем-то цель путина подсоздать мини советский союз с россией и украиной объективно пытаться найти объективные причины причины вот мини советский союз это никогда на сегодняшний день ненависть украинцев россии настолько основательно что она может сказать уже находится на генетическом уровне генетический код вписано на пожизненно на 100 лет но дело не в этом дело в том что попытки найти рациональные причины не невозможно также точно как попытки у гитлера найти причины уничтожения евреи понимаю могу немного возразить извините что перебью давайте поговорим о том кто является бенефициантами нет давайте мы в порядке очереди будем давайте по очереди сейчас габриэль потом лёва левитин потом алекс потом вы андрей во-первых привет зев большое спасибо за интересный доклад но я хочу сразу же сказать что все что мы сейчас сегодня на 9 день войны говорим содержит очень огромную часть спекуляции то есть мы на самом деле сейчас у нас нету данных даже отдаленно дать какую-то правдоподобную картину что на самом деле происходит поэтому ну например мы можем делать какие-то заключения от каких-то таких косвенных факторов но известно что такая война подготавливается не один месяц поэтому было бы хорошо уже посмотреть что на самом деле говорили обе стороны месяц тому назад полгода тому назад мы можем туда более подробно спекулировать но есть вопросы на самом деле у российских войск нету сейчас и р супер иди нет вопрос почему это преднамеренное чтобы уменьшить значит потери в гражданском населении или это какой-то тактик нам очень долго говорили что война это будет характера срочная на самом деле где-то там день-два завтра будет уже 10 дней почему это так было это опять преднамеренно или это показывало что была какая-то очень сильная очень сильный промах в ситуационном обеспечении то есть ситуационная важность вы знаете данные что на дорогах стоят российские танки абсолютно абсолютно неповрежденность входные но 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 без команды первое что в голову придет и как-то косвенно это подтверждается что не на уровне логистик спаль то есть нету доставки горючего нету доставки смазочных средств действительно ли это так если если это так то почему это так получается если так долго подготавливать и так далее смотрите дело дело вот чем вот понимаете есть армия есть система метод принятия решений есть генштаб есть команды и так далее тогда в россии произошло следующее там все один человек извини завтра я еще не закончил или тогда я просто вот нажал неправильно конкурсом ушел мне бы вот если мы сейчас говорим про эту войну даже которые сейчас даже имени еще нету но вот говоря про эту войну сейчас меня как-то вот уже не один раз сказано было что напоминают финскую войну тридцать девятого сорокового года конечно были там военные сторона этой войны но было и далеко идущая политическая стратегическая сторона мы знаем что когда немецкий генштаб вот вермахта разрабатывал план барбаросса были очень сильно разногласий между генеральным штабом и между гитлером генеральный штаб все время повторял клаузовиц говорил германия никогда не должна ввести войн на восточном и на западном фронте гитлер уже говорил что клаузовиц был неправ у нас такая ситуация и мы должны главной целью идти и уничтожить россию и решающим фактором что помогла дать гитлеру верх в этом диспуте была финская война то есть оказалось что король то голый король того как у короля нету ни армии нету больших подобной армии вот мне кажется что то такое происходит сейчас то есть судя по боевым действиям я читаю некоторые западные аналитики и израильские аналитики что у российской армии нету понятия современная боя где-то 20 лет тому назад американские ввели понятие сети центрическая война то есть network centric war warfare и это не значит просто что имеется какой-то кабель между войсками я не я знаю что это да и нету такого понятия что все рода войск координируют друг другу почему 10 дней а сколько еще будет и второй аспект что за в самом начале сказал успех этой войны определяется не только в поле боевых действий но имеет свои политические экономические психологические аспекты и надо смотреть все эти аспекты вместе да действительно под массой российской армии но может быть три дня может быть неделю действительно существенные части украинской армии будут окружены и и путь не получит что он хотел но стратегический политический резонанс экономические последствия будет просто девастейлинг то есть россии надо будет хлебать то что они сделали не один год 10 лет 20 лет может быть еще 30 50 лет то есть это самоубийственная война даже если тактически российские войска сейчас выиграть эту войну за как ты смотришь вот на такую точку зрения ну во первых что какой то это замысел такого я думаю это неправда реальность я думаю вот в чем что произошло в россии что произошло в россии в россии появился один ну помните вот стали но был гений всех наук он знал генетику и заказнание и военное дело все было гений всех 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 так вот у нас гений это путин он все знает ему не по герасимов его значит начальник генштаба пошел отсюда вон давай я другого сейчас назначу то есть вот принципе все держится в одной в одной руке эта рука показывает нам на весь мир показывает мультфильмы и говорит вот какими могучие да но проблема я когда когда я был лейтенантом я думал ну вот этот капитан лейтенант не очень но тот капитан третий рангу это когда я стал второго ранга году ну вот этот полковник ничего но адмиралы вот и когда я стал заходить командующему квартиру сказать с ним общаться я понял что мне из этой армии надо бежать понимаете дело в том что нет нет такого стоит путин говорит вот туда картинку увидел танк армата какой-то там на площади показали мы сейчас вот тут или как его говорю за два за два часа за два дня возьмем грозный вот он в это верит он не не эксперт а для это он не может быть экспертно во всем для этого он должен принимать что начальник генштаба начальники главные специалисты в его родов войск и вы должны слушать а они все системе россии на сегодняшний день говорят только то что нужно что хотят, что хочет услышать главный. Вот они говорят не то, что они считают, а то, что хочет услышать главный. Вот главный, а ну так, ну давайте, ребята, мы сейчас, сейчас они на коленях к нам приползут, украинцы, и так далее. Я хочу сказать, что после 45-го года 10 лет бегали по лесам за украинцами. 10 лет. Причем не сопоставимых соотношений к человеку к сегодняшней жизни. В отношении того, что стоят без топлива вот эти танки и прочая техника, значит, есть такая информация, что подбивают эти бензовозы джерелинами и так далее, но есть и другая информация, что товарищи бойцы сливают эту солярку в землю, и говорят, солярки нет, мы пошли. Понимаете, потому что я еще раз говорю, важнейший компонент это моральный дух солдат. А морального духа солдат, моральный дух есть только у украинцев. Поэтому, но сказать, сколько продлится, как продлится, дело темное. Может, завтра все закончится, не знаю. Лёва Левицин, пожалуйста. Лёва. Виталик, к сожалению, не могу. Я через 40 минут должен быть уничтожен, поэтому я прошел прощение у всех присутствующих, я должен удалиться. Я сейчас себя исключаю, желаю вам хорошо закончить. Митя всего наилучшего. Хорошо. Алекс? Можно я расскажу вот в конце одну-двухминутную байку? Минутную могу подсмотреть. Да, это интересно. Значит, 65-й год. Я работал в одной компании в Таллине, которая сотрудничала с ЦКБ «Алмаз». Это такая проектная военная организация, которая спроектировала ракетные катеры «Камар». И наш институт и проект, где я участвовал, должны были делать систему автоматического управления главной силовой установки. И где-то две недели мы провели для того, чтобы быть готовы к испытаниям запуска ракет и, значит, двигаться вперед-назад, реверс и так далее. И в течение вот двух недель мы сидели только на базе в Севастополе, там, где Учкуевка есть такое место в Севастополе, где была военная база. И один день наша группа пошла уже туда, в Учкуевку, чтобы сесть на этот ракетный катер и видим «Опла! Нашей системы нету! Кто-то вот убрал!» Это было 1965 год, то есть половина были на полупровняках, половина были на лампах и на реле. Нету нашей коробки. И уже мы сговорим начальникам там местной базы, что как это? Потом выходим на берег и поднимаем голову и видим эти катера под румынским флагом. Это не наш. То есть ночью пришли два ракетных катера из Румынии на учебные стрельбы. А наш катер старел поделеку. Значит, учебные стрельбы были очень интересны. Там у этого катера две ракеты с правого борта, две ракеты с левого борта. И значит, румыны приехали с двумя ящиками румынского коньяка. То есть стрельбы вели русские, они румынные. За один выстрел с правого борта значит, ящик коньяка и с левого борта тоже ящик коньяка и в тот же день они уже ехали. Кстати, это был такой катер, который через год потопил израильский судно Элат. Вы знаете, я тоже хочу маленькую байку рассказать, совсем маленькую. египетские катера были вооружены российскими ракетами по-моему по-пятой что-ли, я не помню, с дальностью 40 километров стрельбы. Израильские катера были вооружены ракетами Габриев с дальностью 25 километров. 40-25. Значит, как бы ситуация будет бы ясна. Когда они пошли на столкновение, оказалось, что египетские ракеты летят куда угодно, но только они в сторону израильских катеров, по израильской ракеты попадают точно. 8 катеров египетских утопили вот этих комаров, а потом перешли на сирийские, утопили их, а потом вышла команда этим самым сирийцам и египтянам из порта не выходить. А оказалось, что в это время втихую разработали систему радиоэлектронной борьбы. И когда радионаправление этих ракет было, включалась электронная борьба, ракеты летели куда угодно и, значит, смогли с ракетами вдвое меньшей дальности потопить все их боевые возможности. Вот такая была история. Жизнь прекрасна. На самом деле у меня имеется вопрос, на который, может быть, присутствующие могут ответить, а я потом послушаю в записи. Вопрос вот какой. Администрация Байдена ведет себя исключительно подло, как и следовало от нее ожидать. Но при всей этой подлости я не думаю, что они заинтересованы в том, чтобы Путин победил в этой войне. То есть на самом деле получается, что их усилия сводятся к тому, чтобы украинцы как можно дольше умывались кровью, как можно больше потери понесли в этой войне. Выигрыш в этой войне дался ценой крайнего истощения их людских и прочих ресурсов. Насколько почему такая заинтересованность их в этом вот это я что-то не могу понять, почему они считают целесообразным именно такой. Я бы так не сказал, просто я напомнил бы про Чемберлена, который стремясь удовлетворить Гитлера, решил с ним не ссориться и так далее, и так далее, и ни в коем случае не ввязаться в войну. Да нет, ну при чем тут это? Экономические санкции чрезвычайно крайние. Речь о том, чтобы не ссориться, не идет никак. Они уже открыто западные лидеры называют Путина Гитлером. Так что не ссориться с Путиным, такой задачи у них сейчас быть уже не может. Извините, это немножко неверно. Экономические санкции это игрушки, не война. А вот сегодня объявили, завтра отменили. А вот, например, бесполетную зону не сделали. Самолеты украинцам не дали. Специальную технику ночного видения не дали. Ну да, вот у меня есть вопрос, почему? Экономические санкции это игрушки, я с этим категорически не согласен. Нет, я не говорю, что это игрушка. Если эти экономические санкции подлятся, и Россия будет кончена. Я не говорю, что игрушка, что экономические санкции игрушки. Сейчас идет война. Понимаете, сейчас идет война. Значит, для войны необходимы конкретные действия. Эти конкретные действия не происходят. Почему? Потому что это может привести к прямому столкновению с Путиным, который является ядерным маньяком и неизвестно, куда это все выведет. Вот такая речь. Да, кстати, по поводу ядерного маньяка. Значит, так, вот что я хочу сказать. Я это уже Путин трус. Об этом знают все, кто знал его с детства и ни разу об этом писали. Путин патологический трус. Он блейфует как трус. Он не блейфует даже как солидный человек. Он блейфует как трус, визгливо, нагло блейфует. Говорить о том, что он может нажать какую-то там кнопку, просто бессмысленно. Он никогда на это не пойдет. Никогда. Разве что действительно будут атаковывать его бункер там. Для него единственный шанс сохранить свою власть это каком бы то ни было виде это не нажимать эту кнопку. У него шансов уже нет. Я так не думаю. Он может сохранить власть в России на какой-то срок. Если он вовремя уберется из Украины. Он может вовремя еще убраться. Я думаю, что он остался собой путь отступления. Но говорить о том, что есть угроза ядерной войны серьезная, такой угрозы на самом деле нет. Я уже не говорю о том, что бессмысленно о ней говорить, потому что предотвратить ее все равно невозможно. Но я утверждаю, что такой угрозы нет. И я сказал, что я готов держать пари на любую сумму, с любым человеком, на то, что ядерно, что он не нажмет никакую такую кнопку. Единственное, на что он может пойти, это он может пойти, да. Он может устроить демонстративный взрыв большой бомбы где-нибудь в океане, над океаном. Это он может сделать. Дескать, наплевал я на ваши договора, чтобы там не делать испытания в атмосфере. Вот почувствуйте мою мощь. Вот это он может. Это будет поступок именно труса. именно такого вот нахального наглого труса. Но это может сделать. Но не более того. В военном применении одерного оружия совершенно бессмысленно. Это ваше представление. Я хочу сказать, что оно как ваше представление заслуживает уважения, но не более того. Понимаете, дело в том, что заяц, загнанный в угол, бросается на волка. Понимаете, поэтому говорить о том, что заяц, он трусливый, боится волка. Да, боится, но если его в угол зажат, то бросится на него. Поэтому это, во-первых, у Путина не осталось практически сейчас ничего. Его не поддерживает никто вообще, ни элита, никто. Уйти с Украину не может, потому что придет в уничтоженную страну, которая сейчас и как ему дальше там жить, как ему там царствовать. Проблема, проблема, потому что он будет ходить и ждать, когда его выстрелят либо в затылок, либо под белые руки. Может, может. Он может получить какие-нибудь ничтожные, то, что он раздует, как уступки. Ну, например, там обещание в течение трех лет не вступать в НАТО или еще что-нибудь такое. А где ерунду какую-нибудь. Но это все не важно. Есть стратегическое ядерное оружие, где мегатонные головки. Есть головки с разделяющимися головными частями, где она летит, а потом на 10. А есть тактическое, которое применяет совершенно с небольшой по мощности ядерный заряд, который, собственно говоря, вполне можно взорвать в районе Киева. Если он это сделает, так он точно не несет головы. Тогда что? Тогда начнут атомную войну с Россией? Нет. Нет. Не может быть. Нет. Почему бы нет? И поэтому, Лев, ваш спор этически несправедлив. В случае победы вашей вы получите вознаграждение. А если вы проиграете, то вы не узнаете об этом. Разумеется, я же хитрый еврей. можно вступить все-таки. Я давно жду и хотелось бы пару слов сказать. Во-первых, я вас хочу поблагодарить. Замечательный доклад. Я много за последние дни слушал. Многое, что говорят люди, которые хорошо знакомы с Путиным с самого начала, его карьера типа Пугачева, ну и мнения Ходорковского и прочее, и прочее. Это одна сторона. Ну и, разумеется, мнение военных экспертов здесь американских, вот я слушаю генерала Кина, Петреуса, то есть всю эту информацию собрав в целом, можно составить какую-то картину себе. Я думаю, что более-менее разумно, я не согласен с теми, кто говорит, что нельзя ничего нам понять. Я думаю, что многое можно понять, так как это делает информационный разведка. И в этом смысле ваш доклад это замечательный вклад тоже во всю эту картину, потому что ваше мнение в целом полностью соответствует тому, что я услышал из множества разных источников. За это я вас благодарю. Ну и, конечно, человек компетентный, который многое знает, что мне, как человеку гражданскому, неизвестно. Хотя я тоже бывал и на Баренцевом море, видел там подводные лодки и прочее, советские. Ну и еще. Главное, видите их с большой дистанции. Это верно. Видел с большой дистанции. Слышал, правда, из-под воды шум сильный. Но это все было очень давно, в 60-е годы. Но вот вопрос у меня вот какой. Вы несколько раз сослались, то есть так махнули рукой, и я с вами склонен в этом тоже соглашаться, что понятно, что нужно оружие, нужно оружие современное, будь это дроны или или противотанковые ракеты и прочее, и прочее. И вот вы несколько раз так махнули рукой в отношении нашей администрации. Я даже не хочу называть имя нашего главного, номер один балбеса. Это администрация, в целом, какая-то группа, которая руководит этой страной. Вот все-таки, почему, понятно, что они не могут no-fly zone, скажем, организовать, потому что это действительно прямой конфликт. или даже, быть может, дать достаточное количество самолетов, которые могут там вступать как-то в действие или, по крайней мере, находиться на границе. Но вот почему накладывается запрет, скажем, на оборудование типа противотанкового оборудования или ракет в нужном количестве не поставили, или дронов. Вот, так сказать, я думаю, что это вопрос, который уходит как-то в лугин психологии этой администрации. По этому поводу вы что-нибудь можете сказать? Вы знаете, я склонен сказать, что вы все сказали сами. Вы абсолютно все сказали, к этому ничего не добавить. Дело в том, что, понимаете, когда напал Путин на Грузию, если бы его тогда остановили, вот этой Украины бы не было. Но каждый раз говорят, да ладно, мы тут по-хорошему, да ладно, мы тут... Ну давайте мы самолеты не дадим, чтобы не обидеть Путина и так далее. То есть, это... Почему я привел к Чемберлену? Это отложить конфликт на завтра. А конфликт на завтра это большая кровь. Понимаете? Конфликт между, скажем так, НАТО или Штатами и Россией, он на повестке дня. На повестке дня. Потому что этого маньяка необходимо остановить. Но попытка отложить это на потом, вот тут не обидеть, вот тут мягкими... Это страшное дело. Это страшное. Это гораздо большее кровь. То есть, вы хотите сказать, что это попросту говоря, такая бардачная психология, я бы сказал. То есть, был бы более решительный человек у власти или там группировка, то и дали бы. Но вот меня поражает пример, который вы привели, что обещали турки, скажем, три сотни ракет каких-то, а дали сто. Они начали отгрузку, она прошла до 100-200 вот еще стоят, пошла команда остановиться. Вот что главное. Вот такого сорта действия, тем не менее, непонятно. А вот, чтобы Путин не осерчал. Ну, уже куда... Уже все, конфликт идет на всю катушку. И уже называют его Гитлером и все прочее. В открытую. То есть, это лишено всякой логики. Понимаете? Вы по одному, вы по одному. Я прошу прощения, дайте закончить. Наша администрация меня ничем не удивит. Она действительно тоже своей глупостью, глупостью и нерешительностью выходит за рамки всего. Не только в отношении действий на Украину, но и в отношении действий здесь. Это верно все. Но, тем не менее, все имеет какие-то границы. Нет, можно бросить пять центов. Может быть, все гораздо проще. Может быть, просто нет маршрутов доставки. Морская доставка невозможна. Побережье Черноморское блокировано. Доставка воздушная невозможна. Польша, Польша, Польша. Доставка через Польшу тоже невозможна, потому что, как минимум, все это разбомбят, когда оно начнет пересекать границу. А то и бросят тактическое ядерное оружие на Польшу. И никто за Польшу не вступится. О, Польша, между прочим, член НАТО. Это неважно. Когда дадут Польше по мозгам, сказав, что она создала казус Бели, никакое НАТО умирать за Польшу не будет. Я согласен. Я согласен. Но вот объявление бесполетной зоны, это прямое столкновение. Но передать самолету... Не только, там нет технических средств, чтобы его осуществить. Одно дело объявить, второе, реально иметь технических средств. Российская армия имеет абсолютное превосходство в этой зоне. Абсолютное. Я бы так не сказал. Дело в том, что, вот, например, в 85-м году было столкновение израильской армии практически с российской армией, которая прикрывалась как бы сирийской. в районе Бекаа. Были перемолотые кучи, несколько дивизионов этих самых ПВО, сбито 85 самолетов без потери одного единства. Почему? Потому что просто-напросто Израиль пользуется оружием 21 века. А у России оружия 21 века нет. Судя по всему, ситуация немножко обратная. Есть вооружение, вы говорите про мультики. После мультиков прошло несколько лет и все эти несколько лет происходили реальные испытания. И американцы сами признают, что по гиперзвыбковому оружию они отстают от России. Это во-первых. А во-вторых, по ядерным вооружениям, как тактическим, так и стратегическим, они тоже отстают от России. Это официальные сообщения от американских военных. Правда, нет, я не знаю. Вы знаете, речь идет о количестве ядерных боеголовок. Что у этих 6 тысяч сколько-то, а у этих 4 тысяч сколько-то. Это вот речь идет об этом. Когда говорят... Вот вы привели Грузию в пример. Пример замечательный. Почему? Потому что Грузия к началу моменту атаки грузин на Южную Осетию считалась армией, построенной по стандартам НАТО. И кроме того, они сами выбрали, когда начать атаку грузины. Эта армия АНАТО в течение нескольких дней превратилась в недееспособную. С точки зрения ее возможности оказывать сопротивление русским. Кроме того, вы говорите, тогда нужно было ударить по русским. Там ситуация была похожая в том плане, что конкретно в том регионе у России было абсолютное преимущество. Минутку, вы немножечко какую-то странную информацию вы даете. Во-первых, я бы хотел отметить, что Грузия это 2 миллиона человек. 2 миллиона включая... Я могу ошибаться, по-моему, 4. 2 миллиона, по-моему. Но дело не в этом. Это включая грудных детей и ряд стариков. И Грузия войну не начинала. Грузия начинала. Посмотрите ради интереса отчет Европейской комиссии о происхождении причин войны, начала войны и как все это произошло. Вы посмотрите отчеты о том, как Северная Осетия обстреливала Грузию, как захватывала дома, как делала вылезки, убивала людей и так далее. Они защищали только свои. Войну начала Россия. И она своими танками двинулась вперед, прямо на Тбилиси и так далее. микроскопическая армия сопротивлялась, сбила сколько-то самолетов и так далее. Она что смогла, то сделала. Но ожидать, что это микрогосударство сможет противостоять России, а Украина это 50 миллионов. Не 2 миллиона, 50. Вот это тоже, кстати, очень хорошее замечание, потому что по размеру Украина примерно размером с Францией даже больше. И военные действия там сейчас продолжаются действительно. Сколько времени продолжалась война в Ираке, когда американцы напали на Ирак? Дни 10? Нет. Как минимум полмесяца, как минимум. Они только до Багдада две недели шли по пустыне причем. Ну, о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что я не знаю, откуда есть ожидания о том, что война в стране размером с Францией должна была закончиться за два дня. Я не знаю. Это во-первых. Во-вторых, вы говорите, что украинская армия, она так постреляет, убежит, у нее нет локации. Но понимаете, наземная армия это не подводная лодка, которая может двигаться куда она хочет, потому что все, что ей нужно, находится в ней. Для того, чтобы армия сухопутная взяла и переместилась куда-то на 100 километров, у нее как минимум должно быть горючее, должны быть средства, на которых, то есть грузовики и прочее, на которых это можно перевести, колонны. Должна быть элементарно еда, должна быть возможность, прошу прощения, стирать трусы. Да? То есть армия не может так взять вот и бегать. Подлодка может, армия нет. Вот. Поэтому, понимаете, и потом опять же, где эта армия, непонятно. Я не очень понимаю, какой смысл вы вкладываете в слово армия. Хорошо звучит армия. На самом деле, значит, это мобильные отряды, значит, хорошо оснащенные. Партизаны или механизированные отряды, или какие? Вот 250 тысяч человек, это кто? Это партизаны с винтовками? 250 тысяч человек это включало из себя. Поваров, механиков, заправщиков и так далее. Сколько там было линейных бойцов, я не могу сказать сейчас. Общая численность, по данным Министерства обороны Украины, составляла 250 тысяч. Сколько из них линейных бойцов, я сказать не могу. Ну, может быть, процентов 40-50. Но дело не в этом. Дело в том, что нет, вы помните Первая мировая война, это была сплошной окоп от Балтийского моря до Черного моря. Это была такая война. А война Наполеона какая? Бегали отряды, пересекали, сталкивались, заходили, другая война. Отряды не бегали, то есть Наполеон продвигался так, как они продвигались тогда, то есть у вас движется вперед отряд, за ним движется обоз, и дальше нужно обеспечение безопасности обозной линии. Я имею в виду, что не было позиционной войны и сплошного окопа. Отряды шли туда, потом шли сюда. Что за ним двигались, это все понятно. Не совсем. То есть Наполеон действовал каким образом, то есть были какие-то укрепленные районы, в каком плане, то есть там бой под Смоленском, бой еще где-то. Цель Наполеона какая? Взять и окружить наземную армию, отрезать ее от снабжения. То есть это, судя по всему, именно то, что сейчас делает российская армия. Насколько я понимаю, основные силы украинцев были сосредоточены в районе вот этих вот Донецких и Лаганских республик. Называйте их, как хотите, областей. Нет, нет, нет. Это не так. Хорошо. Где они были сосредоточены? Они были сосредоточены по всей территории Украины, потому что ожидалось нападение со стороны Белоруссии. Там были сконцентрированы войска над Белоруссией. Ожидалось нападение со стороны Черного моря, куда пригнали 30 кораблей с Балтики, с Балтики и Северного флота. Ожидалось нападение со стороны Лугандонии. И вы говорите, они будут стоять там? Это шуток. Насколько мне известно, основные силы украинской армии были как раз вот на вот этом Юго-Востоке. И, соответственно, сейчас они практически полностью окружены. То есть идея заключается для наземной армии. Идея заключается в том, что захватите в котел, отрежьте от снабжения, вопрос решен. Там уже неважно, сопротивляются они или нет, потому что это только вопрос времени. Это в данном случае нерелевантно. Возможно, я не знаю. Но стандартно действует именно так. Но стандартно... Нерелеванную армию загнать в котел. Нет такого армию загнать в котел. Вот я говорил, что вы применяете слово армия не вполне корректно. Понимаете? Вот такое впечатление, как будто мы в 45-м году есть пятая армия. Армия не живет в интернете. То есть армия это реальные люди на земле с реальным оружием, с техникой, которым нужна еда, которым нужна горючая, которым нужны боеприпасы, а также возможность все это пополнять. Если этого нет, то есть если хотя бы отрезать, как Чингисхан брал города, ну перекрывает воду, все, а дальше сидят и ждут. Почему? Потому что тогда это уже вопрос времени. Не важно, что они там в этом городе делают. Насчет укреплений вокруг Киева, ну там нет никаких боев на укрепрайонах. Их нет. То есть да, были какие-то столкновения на охраняемых аэродромах, которые там, судя по всему, пытались захватить спецназом. Это было. Но каких-то линий обороны с окопом там нет. И сейчас Киев блокирован с трех сторон. И что? Сколько времени он блокирован? Так, а зачем его брать? Извините, все русские прутся туда, кричат, завтра возьмем Киев, он блокирован и ничего не происходит. Русская армия не говорит, что не будут брать Киев. Если не будут брать Киев, там будет такое количество гражданских жертв. А что, их мало сейчас? Согласно украинцам, их меньше тысячи, то есть порядка там пятьсот или сколько. Это очень мало. Если бы американцы вели войну, сейчас бы уже были десятки тысяч гражданских жертв, не военных. Вы знаете, я немножко не понимаю, о чем вы говорите. Он говорит о том, что русская армия самая гуманитарная армия в мире. В мире. Во-первых, армия это что? Совокупность людей в форме? Или армия это организация, есть начальник, начальник штаба, начальник снабжения и так далее, а вот следующий начальник штаба и начальник, это другая армия? Или вообще что это? Володя, Володя, речь идет о том, чтобы отрезать украинскую армию частями. Нет, нет, нет такого, понимаешь? Есть, есть, есть на юге, на юге есть. Куски украинской армии на юге отрезаны. И как они получают снабжение? Водой, продуктами. Воюют. Вот именно у меня вопрос, что как они получают свое снабжение, во-первых, и о каком проценте армии, который отрезан, можно говорить? Мы этого не знаем. Украинцы тщательно хранят эту информацию. Мы этого никогда во время войны не узнаем. Молодцы украинцы, что они хранят эту информацию от публики, во всяком случае. Это нормальная тактика любой защищающей со стороны. Это, что касается самой гуманитарной в мире русской армии, то я, Ростислав, позволю с вами не согласиться. Мы видели, что такое русская армия, как она воюет. И если она сегодня не покрывает градом жилые районы Киева, то это просто вопрос военный. Завтра это будет необходимо, они будут совершенно спокойны. Здесь я с вами не спорю, но я что хочу сказать? Я хочу сказать, что такого решения не принято. То есть, то, что мы видим, что она не покрывает, я думаю, это не от того, что у них нет возможности, а то, что по каким-то причинам это решение не принято. Кроме того, они постоянно твердят, что там есть гуманитарный коридор открытый. А в Харькове принято? Вот. Не могу комментировать, не знаю. Далее, вот вы говорите... А посмотрите в интернете с фотографией Харькова на сегодняшний день и увидите, что принято. Вот. Значит, вы говорите, что вот там сидит один сумасшедший Путин. Да? Понимаете, в чем проблема? Я прошелся по русскому интернету, вот, и там не Путин один сумасшедший сидит. Это во-первых. А во-вторых, во-вторых, сейчас уже началось то, чего в России до этого момента не было. Сейчас уже началась, если хотите, чистка. Чистка в каком плане? То есть, вот те так называемые деятели культуры и прочие, которые высказываются против, они начинаются канцелироваться здесь так, как те, кто высказывается против трансгендеров. То есть, там какие-то артисты что-то сказали. Ах, а зачем мы тогда тратим бюджетные деньги на то, чтобы эти люди могли там работать в театрах? И что меня вообще добило лично, это то, что такой человек, как Никита Михалков, который до этого снимал откровенно, так сказать, скажем, антисоветские, можно сказать, даже антирусские фильмы, вдруг начал говорить, что так, а вот нам всем надо сплотиться. То есть, Михалковы вообще всегда очень тонко чувствовали, в какую сторону нужно поворачиваться, когда что-то происходит. И вот если это уже начало происходить, я думаю, картина далеко не такая, как вы говорите, что вот есть один сумасшедший, а все остальные думают, как его убрать. Я возвращаюсь к тому, что я сказал раньше, видимо, вы не услышали. Монолит советского общества состоит из трех основных блоков. Нижний блок процентов 80, это мелкое собственническое население, которое практически ничего не имеет, смотрит первый канал телевизора, и вот его никуда не ездит, никуда не выезжает. И они на 70% поддерживают Путину, но это не имеет никакого значения. Никакого, ни на что не влияет. До тех пор, пока они начнут забирать их сыновей по призыву, о чем сейчас об мобилизации идет речь. Средние, это вот артисты и так далее, интеллигенции, они против, они за, это тоже не имеет никакого значения. Они сидят и молчат, и будут молчать. А верхние 2% это те, которые таки да, принимают решение. 1-2%. Я об этом говорил. И вот эти 1-2% потеряли все, что у них было на сегодняшний день. И им это дело ни в какой стороны не нравится. И именно они решают ситуации. Как этой ситуации быть дальше? Вы знаете, я думаю, что это не так, не потому, что там, как вы сказали, есть структура, да, и есть какой-то маленький процент, который в конечном итоге может все перевернуть. Вот с этим тезисом я не спорю. А с тезисом того, что они вдруг неожиданно все потеряли, вот понимаете, я достаточно внимательно следил в основном по прессе последний раз в России физически я был ползнает, когда, а в 2015 году вот когда, да. Но просто следя по прессе и то, что происходит, какие законы принимаются, очень последовательно проводился то, что можно назвать процессом национализации элит. То есть очень последовательно исключались ключевых позиций люди, которые каким-то образом зависели от Запада. Проводилась политика исключения людей с двойным гражданством, с руководящих уже на законодательном уровне даже. Если раньше просто были какие-то разговоры, уже на законодательном уровне, с каких-то руководящих или ответственных постов, запрещалось иметь имущество за рубежом. Вы меня извините, как это связано с темой сегодняшней? Вот. Я просто даю коммент на то, что вы сказали, что вот там эти люди сидели и сейчас Запад ввел санкции, они все потеряли. Мне кажется, они к этому готовились. Их не волнует, что эти санкции пришли. Ну, вам кажется так. А я разговариваю с этими людьми, между прочим. Им кажется по-другому. Ну, что я могу сказать? И ты прав, и все правы. Потому что мы недооцениваем Путина, мы считаем его не только ублюдком, кем он является, но мы считаем его еще и идиотом. Сегодня? Сегодня? Вот идиотом он не является. Это действительно продуманная, тщательно разработанная и очень неплохо осуществленная программа по, ну, так скажем, не скажем нацификации русской элиты, а по русификации русской элиты. И на сегодня, на сегодня у него действительно большая поддержка, в том числе среди этих двух процентов. От этого никуда, от этой правы никуда не тянется. Игорь, откуда у тебя информация про эту поддержку от этих двух процентов? Ну, потому что, Володя, я ведь... Ты так чувствуешь, да? А я так чувствую, да. Ну, я понял. Я понял. То есть, те люди, которые потеряли свои виллы, яхты, у которых заморожены деньги, капиталы, у которых семьи в Лондоне, в Шмондоне и дети остались без денег, карточки, мастер-карты и прочее заблокированы, они поэтому хорошо его поддерживают. Ты вот это сказал? Ты уверен, что ты ничего не перепутал? Нет, нет, есть и такие. Нет, не есть и такие, а все такие. Володя, а есть, которые очень хорошо к этому подготовились. То, что они... Что означает подготовились? Володя, то, что они... Перебросили свои капиталы... Володя, Володя, Камдам. Любай? Володя, ты после операции Камдам. Хорошо. А можно мне тоже две копейки с вами? В порядке очереди. Андрей, потом ты. Сейчас, давайте в порядке очереди. А, как мне было задать? Я уже полчаса... Алик уходил, сейчас вернулся. Ну, задай вопрос. Да, вопрос очень простой. Я, докладчик, в самом начале сказал, что он прогнозов не делает, но все-таки хотя бы какие-то выводы, как это закончится, чем это закончится. Даже не спрашиваю, когда, потому что время точно никто не может ничего знать. Вот такую общую картину, из которой, наверное, я могу сделать вывод из того, что было сказано докладчикам, что там идиот возглавляет армию детей, вооруженных рогатками. Но не рогатками. Но все-таки вот поэтому можете вы дать фазерекорд свою оценку, такую общую картину. Не надо много, чуть-чуть. Смотрите, Путин бросил в бой уже 90% от того ресурса, который у него был. Сейчас не на пустом месте идут разговоры о том, что нужно проводить мобилизацию. Сейчас в военкоматах идет переучет, учет всех военнообязанных. Как только начнут брать вот этих из тех, которые дома сидят, на работу ходят, всех обратно подготовить, забирать и отправлять на Украину, в этот момент у него может меняться настроение в обществе там. Если там начнется какие-то бунты в связи с этим, то это может повернуться в очень неприятную сторону. Это понятно. Вопрос, как вы видите это? Вы понимаете, я не могу никак это предвидеть. Куда это все повернется? Как это все произойдет? Я же не знаю. Завтра проснемся, и пойдем в другую сторону. Дело в очередь, что военной аналитики здесь нет. Нет такого, что вот здесь такие-то военные силы, вот так они расположены, вот так они действуют, вот такие-то операции проводятся, вот такие средства используют. Нет этого ничего. как генштаб Украины каждый день дает свои сходки по несколько раз. Говорит, хорошо он говорит. На самом деле война идет, война. Это война, я бы ее назвал психологической. Война психологической. Вот если психологическая энергия, психическая энергия вот этих украинцев, она будет нарастать, то дальше Путину дело будет все хуже. Окей, спасибо. Хорошо, Андрей, пожалуйста. Да, есть один вопрос. Как вы считаете, ну, понятно, что любой войны есть и проигравшие, и победившие, но в этой войне, мне кажется, ни Украину, ни Россию победителями в любом варианте раскладе садить и назвать трудно. Вот кто может быть бенефициантом? Ну, во-первых, значит, вот только когда есть проигравшие, есть выигравшие, это называется игра с нулевой суммой. Когда один выиграет, другой проигрывает. В данном случае, да, вроде бы выглядит, что проигрывают оба. На самом деле, в этом смысле выигрышем может оказаться Украина, потому что она может получить нечто похожее на план Маршала, который поднял, помните, в свое время Германию и Англию и так далее, да, и, собственно, вернуться в нормальное русло. А у России такого шанса нет. Вот, собственно, как это называется. То есть вы считаете, что бенефициантом может быть только Украина? В этом конфликте да, но вот в принципе, я хочу сказать, никогда не надо забывать о том, что весь Дальний Восток называется северными китайскими территориями, и если Россия находится в разгромленном состоянии, уже японцы уже напомнили про Сахалев, про Курилы и прочее, китайцы вспомнят, что это их китайские, исконно китайские земли, что на самом деле так, вот, и так далее. Мало ли, что произойдет. Вот это вот может быть бенефициарами. Понятно. То есть Китай, значит, предположим, на секунду, ну, самый плохой вариант, это если эта война, военный конфликт затянется на много месяцев. Такой вариант тоже есть. Не думаю. Я думаю, что дней 10 максимум больше уже не потянет. Ну, хорошо. То есть если, грубо говоря, Россия этот конфликт проиграет, и бенефициантом будет Китай и Украина. Как насчет Соединенных Штатов Америки? Я боюсь высказываться про Соединенные Штаты Америки. Я недавно был там с очень большим удовольствием, но потом, когда я увидел, что это превратилось, слеза наворачивается. Америке главное разобраться внутри своих собственных проблем. Вот это я могу точно сказать. Ближайшие десятилетия не планируется. Почему? Сейчас выборы ближайшие пойдут в парламент. Демократы могут потерять контроль над Конгрессом. Мало ли, что как это все появится. ничего не решит. Это я могу точно сказать. Это не моя это. Я понимаю, это наши разборки, не ваши. Я согласен. Хорошо, спасибо. Теперь такой вопрос. Ну, а есть ли на свете хотя бы одна страна, которая заинтересована, чтобы этот конфликт длился как можно дольше? Вы знаете, я не знаю такой страны. А мы знаем, да, есть такая страна, и эта страна называется ЮС. Ну, вот, к сожалению, это подозрение не лишено серьезных оснований. Это подозрение не лишено серьезных оснований, но я все-таки есть такой высказан Наполеона, я не помню точно его формулировку, но смысл я передам точно. что не надо относить на заговоры то, что можно объяснить простой глупостью. Это называется окам рейзер, но это к этому никакого отношения ровно не имеет. А я не помню кто, но смысл вот такой, да? Я помню, ну, можно найти первоисточник, это не цель. Вот, поэтому... Проблема в том, что, извините, перебью позиции, США в этом конфликте не выглядит столь однозначным, как мне пока начало казалось. Вот, тот факт, что они не решились, ну, по многим причинам, так сказать, передавать серьезное вооружение в Украине, хотя они-то, в отличие от многих других, знали, что... Я думаю, я думаю, я думаю, что они Путина мальчеливо кивнули тихо, вот, а уже потом, когда увидели, что творится, уже потом начали отрабатывать назад, то есть, как-то вот так. Ну, понятно, понятно. Это чисто домышлен. Да, я понимаю, что это домышлен, но, к сожалению, она имеет под собой весьма, так сказать, если смотреть надо по действиям, а не по лозунгам, а не по заявлениям, а действия пока, в общем-то, не выглядят для меня слишком убедительными. У меня такое впечатление, что США может быть частично заинтересован в том, чтобы этот конфликт застрял на какой-то непонятной фазе. И только по действиям, но еще важно смотреть мотивы. Мотивы, то есть, все люди имеют свои мотивы. Господа, можно мне вмешаться? Борис, я хочу попрощаться, мне надо всего вам доброго решить. Честно говоря, честно говоря, и мне. Борис еще долго терпел. Я вообще удивлен, что здесь вместо задаваемых вопросов начинается дискуссия с догладчиком. Причем такие упертые, упорные, которые, в общем-то, совершенно не по делу, мне кажется. Сначала маленький комментарий. Грузинская армия, она 31 тысяч человек. Иракская армия, это 600 тысяч человек. Ну, на момент вторжения в Ирак. армия вторжения в Ирак была 177 тысяч человек. Это на вопрос Ростислава, почему в Грузии так быстро, а в Ирак так медленно. То есть, армия вторжения взяла в 3 раза меньше, чем иракская армия. Понятно, что она так близко, причем она была зарыта в землю иракская армия, понятно, что она не могла так быстро двигаться на армию вторжения. А можно докладчику вопрос задать вместо этого? Нет, 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 Вы уже свое слово сказали. Я вас призываю это сделать. Нет, я потом, потом, вы это скажете, уже скажете, я просто поправил по численности, я сделаю. Теперь, значит, второе, значит, по поводу поддержки Путина. Действительно, я замечаю, что интеллигенция, во всяком случае, провинциальная интеллигенция, она поддерживает не Путина как такового, а Россию в том понимании, что ее пропаганда убедила, что, значит, 8 лет обстреливали донецких детей, и поэтому, значит, Россия имеет моральное право. И распинали мальчиков. Да, Россия имеет моральное право на эту войну. Я вот хожу на один поэтический сайт, и я вот с удивлением заметил, что эти люди, которые два месяца назад ругали Путина, почем зря, буквально, костерили, теперь они, это сказать, вот, объединились вот на этом. То есть, пропаганда действительно очень искусственная и очень хорошо работает. Но я об этом говорил. они это умеют делать, опять же, я не очень представляю, что когда эта война станет реальностью и обыденностью, если она будет месяца, не дай бог, два месяца, что вообще трудно себе представить, как люди, опять же, изменят свое отношение к этой войне. Они могут вполне поменяться. Люди, люди, это очень странный народ. Дело в том, что у меня есть очень близкий друг, живет он в Канаде. Вот, он был в гостях, где сидели канадские иммигранты, которые лет 40 уже там живут, из России. Из России. И, причем, они уже там очень устоят, что если он архитектор, то с правом печати, знаете, вот такую. Я понимаю. Да, очень серьезные люди. И они говорили этому моему товарищу Самуилу, ты не понимаешь. Путин поднял нас с колен. Особенно их. Да, вот, вот, понимаете, и это ошарашивающая фраза от этих людей, которые устоявшиеся, установившиеся канадцы, проживающие там 50 лет. Путин поднял их с колен. Поэтому есть такая очень интересная работа. Называется это особенности глупости. Кстати, я в это столкнулся, когда, например, слушал такого Нобелевского лауреата, физика, академика Жареса Алферова. Он выступал по телевизору, а я его внимательно слушал. Боже мой, я думаю, какой идиот. Просто патологический идиот. Он в физике, за пределами своей физики это патологический идиот. Это бывает. А я смотрел очень интересную встречу сел Солженицын и Федоров, который глазами занимался. Академик Федоров. И они с друг другом общались. Один смотрел туда и говорил в пространство какие-то штампы. Другой смотрел туда и говорил такие же штампы. Понимаете, я смотрел и думал, боже мой, вот это то, на что мы должны равняться. У меня к вам вопрос уже по поводу вооружений. Что, украинцы не могут купить какие-то вооружения на международном рынке, те же дроны, например? Их же многие страны... Для начала я скажу, что после того, как Украина получила независимость, долгое время она находилась в мире в рейтинге продавцов оружия на первом месте. она была самый крутой продавец оружия. А что это за оружие? Что это заводы производили? Нет. Она то оружие, которое ей осталось, она его продала. А потом я, вторая сторона, что я был в Киеве, я обратил внимание на такую маленькую деталь. Вот идешь, стоит Ламборджини упирается бампером в Мазерати, Мазерати упирается в Бургати, тот умирается в какой-то Мустанг, а в третьей вообще какую-то невероятную модель, когда я вообще даже представить не мог, уже не говорю о каких-то Тесах, мелочи. Понимаете, а для меня было ясно одно, что это люди, наворовавшие деньги, которые не знают, что с ними делать. Потому что, знаете, есть такой анекдот, говорит, слушай, галстук, да, я купил вот тут за 20 долларов, да ты что, дурак какой-то, там за углом такой же точно за 50 ездит. Так вот, эти люди, которые наворовали и вообще не понимают, что это такое, что с этим делают. Вот бургатти у меня, а зачем бургатти там по Киеву едет? Ну, неважно. Понимаете? Я понимаю. И вот это все не меняется за один день. Не меняется за один день. Я понимаю, я понимаю. Ну, а мои вопросы, в общем-то, все, я просто сделал какую-то ремарку по поводу по этому самому. Да, Рождецлав хотел что-то спросить. Нет, я не хотел что-то спросить, понимаете, я просто, когда вы стали давать контртезисы какие-то, да, или спорить. Нет, я просто цифр дал, вот и все. Нет, понимаете, я могу вам дать ответ на эти цифры, но я просто хочу, что, может быть, мы дадим возможность как раз опросить нашего докладчика, поэтому у меня нет вопросов. Я только что глянул, Ростислав, я только что глянул в Википедию, оттуда эти цифры вытащил. Нет, я не спорю с цифрами, там есть деталь, понимаете. Господа, один в синий угол, другой в красный. Я хочу сказать следующее. Я, во-первых, благодарю вам всем, что вы нашли время меня послушать, вот, благодарю за вопросы, и я предложил бы сегодняшнюю встречу с моей стороны закончу. Спасибо вам большое. Спасибо, всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. sireна. Спасибо. 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 Продолжение следует...